Имам Шамиль – личность большая и значимая на Кавказе. Родился в Гимры, учился у видных ученых 19 века, среди которых Саид Араканский Джамалдин Казикумовский. В Харахи в возрасте 37 лет на Совете ученых он был возведен в ранг имама Дагестана и позже продолжил дело в Чечне. Народ по сей день помнит и почитает великого полководца. История хранится и передается из поколения в поколение. Нет человека во всем регионе, кто бы его не знал. Имам Шамиль – это великий шейх. Он также правил имаматом в Чечне, Дагестаном, руководил. Также он распространял ислам. Очень большое дело сделал для ислама. Говорят, что он был шейхом Нахши Базил Шарлетт, Алихата тоже был. Много мурюда у него было. Но если бы он таким тоже не был, то за ним тоже люди, наверное, не пошли бы. Он укрепил ислам, одним словом, укрепил ислам, во-первых. И сохранил то, что есть. Вот за единство и в первую очередь за то, чтобы ислам в последующем жил и из поколения в поколение передавался тот правильный ислам, который он пытался сохранить в то время. С помощью ислама он хотел помочь своим же землякам, как я думаю. Шамиль не только полководец. Он и ученый. Его главной задачей было сохранить и распространить знания об исламе. Эта цель двигала им. На пути укрепления религии в родном Дагестане он не жалел ни сил, ни средств. И посвятил этой идее всю свою жизнь. Если говорить об имаме Шамиле как ученым, нужно сказать, что он был соратником и ближайшим другом первого имама Дагестана, того, кто начал эту деятельность. Деятельность по утверждению шариата в селах Дагестана. Имам Азим Мухаммад убеждал людей, рассказывал людей, в чем заключается основная суть ислама. Ему даже принадлежит трактат, который назывался «Превосходство шариата над Адатом». Он таким научным путем пытался до людей донести его. Такие были первые шаги. Уже при власти имама Шамиля, в каждом наивстве был хазер, в каждом наивстве был имам. Имам Шамиль уделял большое внимание образованию. Были даже такие случаи, имам каких-то молодых людей, в виде их неспособности в плане образования, освобождал от воинской обязанности, чтобы они посвящали свою жизнь, образование. Известно, что у имама Шамиля была большая библиотека. Последний год своего правления, когда ему пришлось переместиться на гору Гуниб, эту библиотеку также вместе со всем имуществом перевезли на гору Гуниб. Для чего при нем была такая библиотека? Потому что он всегда опирался на опыт пророка Сава Салам. Он изучал сиру, то есть жизненное описание пророка. При построении государственности, при каких-то своих действиях. Он всегда опирался на опыт предыдущих ученых, на опыт самого пророка Сава Салам. И он всегда был тестом общения с книгами. И вот на горе Гуниб, когда это все драматические события даже шли, вот библиотека была при нем. И отдельным грузом ее всегда возили вместе с имамом Шамилем, куда бы он ни направлялся. 4 февраля – это день памяти имама Шамиля. За его самоотверженность и геройство память о нем не угасает больше 150 лет. О Шамиле снимают фильмы, передачи, пишут книги и печатают статьи. А народный фольклор Дагестана полон преданий о нем. Раскрыть личность имама Шамиля даже можно вот таким маленьким примером. Вот период, когда утверждение имама Шамиля имаму, то, как это происходило в Харахинской мечети, да, взрослые, здоровые мужчины, они выбирают там имама Шамиля определять дальнейшую судьбу. И вот первым дает присягу имаму Шамиле, выдающийся ученый, его современник, за голову из Харши. И когда он первый дал ему присягу, сделал напутственные слова, с глаз имама Шамиля пролились слезы. И вот эта огромная мечеть, наполненная взрослыми, да, людьми, учеными людьми, у всех на глазах выступили слезы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эти люди понимали, какая большая ответственность лежит на них, да, они не встретили эту новость, да, вот эту ситуацию, выстрелами в воздух, какими-то празднованиями, не устроили какой-то пир, а встретили эту новость со слезами на глазах, потому что они понимали ту ответственность перед Всевышним и перед своим народом. Сегодня такая самоотверженность и идейность нашего предка имеет свои плоды. Благодаря ему объединился некогда разрозненный народ Дагестана. А самое главное, мы имеем возможность беспрепятственно исповедовать свою религию. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.